Друзья, привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас понедельник, и обычно по понедельникам я видео не записываю, но мне сегодня написал один из моих постоянных зрителей в личку такое гневное сообщение о том, что я всё реже и реже снимаю видео, и видео какие-то стали такие неинтересные. В основном в машине сижу, рассказываю о жизни насущной, никаких фактов о Норвегии в последнее время нет. Друзья, не обижайтесь на меня, но сейчас у меня достаточно сложный период, у меня несколько проектов, которые я ставлю в приоритете, а YouTube это моё хобби. YouTube это была есть отдушина, где я не гонюсь за большим количеством зрителей или просмотров, подписчиков. Мне нравится душевная компания, которая есть. Я уже говорила неоднократно, что когда мои самые любимые, самые постоянные, постоянные-то есть любимые, не выходят на связь, даже не пишут короткие комментарии, я начинаю переживать, что случилось с человеком. Этот период, который у меня сейчас, его нужно просто пережить, и скоро он закончится. Я это знаю. Что у меня сейчас? Это учёба. Как ни крути, как бы мне не хотелось быть крутышкой со своим украинским дипломом, но всё-таки бумажки местные, норвежские, имеют большое значение. И в прошлом году я приняла важное для меня решение пойти учиться в норвежском университете. Я до последнего была неуверена в себе, потяну ли я программу на норвежском языке. Всё прекрасно я потянула. И если вы тоже стоите перед выбором, а сможете ли вы, давайте себе возможность выходить из зоны комфорта и пробуйте себя в разных ситуациях. И вот сейчас у меня уже заключительная фаза в годичном обучении. И сейчас у меня написание контрольной, не контрольной, а экзаменационной работы. И вы знаете, мне как будто кто-то дал по рукам. Я не могу. У меня даже мыслей нет в голове. И мне очень сложно. И очень много времени я сейчас трачу на то, чтобы родить несколько предложений. И каждый раз, новый день, я переписываю эти предложения, потому что они мне не нравятся. И сейчас вот этот такой творческий процесс забирает много времени. Конечно, работа. Если раньше я тратила максимум 20 минут для того, чтобы добраться на работу, сейчас у меня это занимает где-то 40-45 минут. И это только в одну сторону. Конечно, за то время, что я еду на работу, можно было бы снять видео. И я понимаю, что сейчас у меня видео в машине. Хотя много идей есть. Есть много вопросов, которые мне хочется раскрыть. Но из-за того, что мне нужно жертвовать Ютубом ради того, чтобы справиться с теми заданиями, которые стоят у меня, к сожалению, я снимаю такие вот пресные видео. Но это не значит, друзья, что мне не нужна ваша поддержка. Поддержать вы меня можете. Поставить лайк, написать комментарий, задать мне вопросы, просмотреть в конце концов видео до конца. И мне будет уже приятно, я буду знать, что то, что я снимаю, то, что я делаю, кому-то надо, кому-то интересно. Конечно, это будет поддержка и знак того, что... Так, хватит уже заниматься чепухой, сними хорошее видео. И вы говорите, что мы... Я перестала снимать видео о природе, о походах, потому что мы не ходим. Ни я, ни Пол. У нас сейчас такой жизненный период, где у нас вроде бы ничего не происходит, но какие-то события, что-то да где-то и выстрелит. И я снимала вот прошлое видео о новой работе Пола. Он новый человек. И всё, что происходит у него, он ужасно переживает, получится ли. И, конечно, приходится работать сверхурочно, чтобы успеть. Иногда он эти планы рисует дома. Потому что хочется показать, что он это может. И не совсем всё идёт ещё на автомате, потому что не хватает опыта. Поэтому нужно жертвовать своим личным временем. И я сижу на вчера. Вот, например, вчера целый день я потратила на то, чтобы написать где-то 200-300 слов. Разболелась безумно голова. И всё закинуло, и всё больше я не могу. И работа. Как бы там ни было, я всегда отношусь ответственно к работе. Потому что это мой главный, основной источник доходов. И то, что я не норвежская, я всегда отношусь к тому, что мне нужно всегда готовиться. Да, вот всегда быть на голову выше. Чтобы не было так. Ну, это, знаете, норвежцы могут прийти на работу и, знаете, там, почесать в голове и вуаля. Для меня это процесс, к которому я готовлюсь. Не потому что я там плохой учитель, у меня нету знаний. А в основном это бывает, я спотыкаюсь из-за языка. То есть, может, какие-то термины, которые я ещё не знаю. Или бывает такое, что, знаете, надо просто проговорить, чтобы речевой аппарат запомнил. Запомнил, знаете, это такие мелочи, которые, может, кому-то покажутся вообще чепухой. А для меня это важно. И я всегда о себе думаю, знаете, меня смотрят через призму того, что я эмигрантка. Но вот такое вот у меня настроение. Но, друзья, я не об этом всё-таки хочу с вами поговорить в этом видео. Я знаю, что много, по ту сторону экрана, много хороших людей, которые меня поддерживают уже не один год и следят за моей жизнью в Норвегии. Здесь я уже живу, вот моя будет 8 лет. Да, 8 лет. Время пролетело очень быстро. И одной из моих, скажем так, главных целей в Норвегии, достижений, это, конечно же, работа. Потому что, согласитесь, Норвегия богатая страна, но это не значит, что люди здесь сидят на диване, ничего не делают, и деньги им сыпятся на голову. Здесь тоже люди работают, вкалывают, и чтобы финансовое колесо крутилось, надо самому крутиться. И без работы здесь тяжело. Даже если какое-то пособие, на него не так легко выжить. И когда человек получает пособие, то можно забыть о покупке своего жилья, вообще получении какого-то кредита. И вот как только появляется работа, а главное, постоянная работа, скажем так, сразу получается... Такое попало, а, здесь какая-то... Уже план дальнейшего развития, он как бы приобретает более четкие формы. И в таком вот подвешенном состоянии я очень долго находилась, потому что всегда была такая вот мысль, «А что будет, если у меня завтра не позвонят и не пригласят на работу?» И проект получения работы в Норвегии, желательно постоянно, он у меня начался еще в 2015 году. Я долго боролась, и я давно снимала видео, рассказывала о кумовстве в Норвегию, и 90% людей, которые просмотрели это видео, меня поддержали. Ну, конечно, нашлись ложка дегтя в бочке, которую начали раскатить, и на работу не берут, потому что ты там никакой учитель вообще, бе-бе-бе, да-да-да. И сложно, вообще сложно в моей коммуне было получить работу, если ты не друг или подруга вышестоящему директору, это реально. И у меня началась борьба за это, за то, что не должно быть места кумовству. Я не верила в свои силы, друзья, но я очень хорошо разворошила осиное кубло, что даже полетели головы, и как результат, друзья, были нарушены мои права, как результат, я получила, наконец-то, долгожданную, постоянную работу. Мало того, мой адвокат удивлялся, у меня такого в жизни еще дела не было. Мало того, что постоянная работа, плюс еще, друзья, денежная компенсация. Это результат того, что я в какой-то момент не промолчала, а увидела, что нарушают мои права, и мне хватило смелости об этом заявить. Я была настолько настроена решительно, что я хотела это дело довести до суда. Я вам ничего не рассказывала, потому что у меня не было веры в то, что обычный человек может доказать, что он имеет право на работу. Все люди имеют право на работу. Так говорю, что вот я приехала с другой страны, но мне хватило достаточно знаний, терпения и силы доказать, что алло, вы нарушаете мои права, вы не имеете права так поступать, и что ваши друзья-подруги должны приниматься на работу на таких же правах, как и мы, например, иммигранты. Это, конечно, длинная история, друзья, и я обязательно расскажу об этом в другом виде, потому что, я говорю, это все началось с 2015 года. Я не хотела ничего никому говорить, потому что обязательно бы нашлись доброжелатели, которые бы мне рассказывали, что я здесь никто, и зовут меня никак, и неважно, какой ты специалист. И думаю, так, когда у меня уже будут результаты, я расскажу. И я думаю, что эта история будет полезна людям, которые тоже считают, что мы здесь никто, и не стоит бороться за свои права, потому что ничего не докажем. Мы приехали из таких стран, где для обычного человека законы могут регулироваться. Для кого-то они не писаны, если есть кум, который может порешать, а для других ты ничего не докажешь. Здесь все люди перед законом равны, и я повторюсь еще раз, что меня восстановили в права, мне признали ошибку, взяли меня на работу, и, чтобы я улыбалась дальше, заплатили мне очень хорошую денежную компенсацию. И вот у меня в пятницу была встреча с моим адвокатом и с местной коммуной. Мы заключили мировое соглашение. Закончился этот этап, сейчас у нас новый этап. Но об этом я все расскажу. Как только все станет на свои места, как только я буду знать что-то большее, я обязательно сниму видео и расскажу, чтобы другим это было примером, возможно, мотивацией, потому что нужно за свои права бороться. Вот. И как подтверждение того, что ты хреновый учитель, поэтому тебя на работу не берут, сегодня, вы знаете, у нас была встреча, педсовет, педсовет, и он уже закончился, и ко мне подошел учитель, с которым я работаю, классный руководитель, я являюсь учителем-предметником, и она меня спросила, а ты знаешь, потому что в той школе я работаю только до 1 августа, ты знаешь, ты уже получила распределение на следующий год. Я говорю, нет, я не получила распределение, в принципе, я не хочу его, потому что я получила постоянную работу в другом месте, в другой школе. И я, как бы мне не нравилось здесь, или нравилось-не нравилось, я возьму, конечно, то предложение, которое у меня по дому 10 минут, скажем так, езды, чем ехать 40 минут туда. Но если будет интересное предложение, то, конечно, я готова его рассмотреть. И она говорит, ты знаешь, мне очень нравится с тобой работать, мы так с тобой хорошо сработались, и мне бы хотелось продолжить сотрудничество, чтобы ты была в моем классе и работать дальше. Я говорю, мне очень тоже интересно, мне очень приятно, что меня так оценили. И мне бы хотелось посмотреть результат конечный, потому что я сейчас в пятом классе, когда я пришла, разговор вообще дети могли себе позволить там нахер послать и сказать, слушай, ты тут только временно, что ты пришла тут права качать, что ты строишь нас. Сейчас совершенно другие разговоры и совершенно другие эмоции, и ты понимаешь, что вот этому процессу изменения взглядов ты приложил максимум усилий, и в дальнейшем ты только будешь пожинать хорошие плоды. Но, к сожалению, я эти плоды не увижу. Вот так, друзья. Всем хорошего настроения. Не забудьте меня поддержать, друзья. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк под этим видео, и не только под этим видео. Кстати, прошлое видео набрало мало просмотров. Если вы его еще не смотрели, видео о том, где и кем работает мой пол, просмотрите его, пожалуйста. Комментарии. Оставляйте комментарии. Если есть вопросы, пишите. Если вопросы очень личные, вы можете написать мне в директ на Инстаграм. Там значок Инстаграма вы найдете на баннере в каком-то из этих углов. Нажимайте на него, и автоматически вы попадете на мою страничку. У меня там котики, цветочки, тортики. Всякая чепуха. Но я вас буду рада видеть у себя в подписчиках. Все, друзья. На этом у меня все. До новых встреч на канале Королевства Норвегии. Пока-пока.